эфир пошел так ребят есть эфир линию? что-то не вижу комменты, ага, вот пошло да, Бунасяра Латата Лумя, добрый вечер дорогие друзья, давно мы с вами не виделись относительно хотелось бы обсудить то что происходит в стране сегодня то что произойдет ближайшее время так вижу очень активный север Молдова, Бельце, Санчжирей, Ватышки Шинелу, Дон Душень, Москва вижу активизировалась, так тихонечко подключается Евросоюз так кончишь нам привет вот коварашу салут салут так так ставили в неделю мерить в обитали да, Челвер Корресон таком актив, ворок дистрибуется сейчас видео делайте пожалуйста репосты чтобы максимально увеличить нашу аудиторию так а пока приветствую Тараклия значит Аргеев Италия вижу все больше и больше Бельских наших друзей Руслану Леник скорее Плаха Жако Форерегуль я вду по Регуль, но ожукать не шудат так Литване у вас Паула Салут так вижу твардицу что там твардице ребят слышал что у Луцых нагнетает обстановку перед досрочными местными выборами да так вижу Бельских сегодня кто был сегодня на концерте посвящен 8 марта провели его правда сегодня только но 8 марта это сегодня был концерт который организовала премария 8 марта будут красивые мероприятия по всей стране все наши ребята будут поздравлять девушек женщин мам бабушек прабабушек потому что очень светлый праздник поэтому я очень рад что сегодня очень хорошо прошло мероприятие Бельских но 8 марта значит по всей стране значит мы приготовили порядка пятидесяти тысяч цветов пятьдесят тысяч марцишоров поздравительных открыток значит чем больше улыбок будет в этот день значит тем лучше будут жить наши дорогие любимые женщины вот ну и 8 марта поздравим их а потом надо будет уже браться за венки и что-то решать с этими негодяями с этими негодяями в кишине значит а 8 марте поговорим восьмом просто многие про это пишут значит а просьба погромче ничего вроде звук максимум сделан вот ну что значит пока значит пока все подключаются ребят еще одна просьба делайте пожалуйста репосты потому что очень очень важно чтобы аудитория была максимально большой заранее заранее благодарю вас так так обещал что сделаешь подарок плохотнику на 8 марк так вперед сегодня про это тоже поговорим значит так надо остановить экологическую значит катастрофу которая движется на молдову я понимаю о чем вы говорите и для тех кому не известно значит правительство филиппа переняв опыт предыдущих правительств значит пошло на очередное преступление против абсолютно всех граждан молдова значит отдав треть территории страны в концессию на 50 лет американская компания которая будет заниматься разведкой и в перспективе добычи сланцевого газа абсолютно тупая затея очень опасно значит и самое интересное что все то что запрещено в америке значит как они считают странах третьего мира можно значит это уничтожит экологию республики молдова значит я уже не говорю про сейсмические проблемы которые могут появиться в стране но сегодня то что связано подземными реками сегодня то что связано с нашими недрами в стране то есть просто все они превратят в помойку поэтому это нужно будет аннулировать все понимаете потом пусть ходят разбираться с теми кто им обещал те кто плохотнюку пролубировали ряд встреч в Америке значит те же пришли к нему и Филипп по-тихому треть страны отдал концессию этим Бармалеем понимаете значит вот то что вот то что мы имеем сегодня причем в Румынии они заставили Румына это проглотить имеется ввиду руководство Румынии но там стали люди значит были активные протесты на эту тему и это все закончилось понимаете это все закончилось в Румынии как бы им не дали двигаться значит а в Молдавии думают ага у людей украли миллиард плохотнюку никто ничего на данный момент пока еще не сделал все валят только на филата значит с конституцией с конституцией страны делают все что хотят с законом делают все что хотят ну как бы и это молдаване стерпят тем более что плохотнюк делает все для того чтобы почти все граждане Молдовы уехали на заработки вот и вот и вот и вот и вся вот и вся вот и вся вот и вся картина значит да вот тут кто-то пишет еще это контора фронтира какой-то лохотрон она крутила где-то в Грузии ну правильно там где финансируют там где поддерживают всяких бармалеев Майдан и так далее там они это и продвигают все это они серьезно планировали также организовать на юго-востоке Украины про сегодня там конфликт и и ситуация ну и не до этого значит основной вопрос который хотел с вами обсудить это то о чем я говорил летом шестнадцатого года вы помните когда в одной стиле программ я вышел и заявил о том как Плохотнюк пытался пытался меня купить пытался меня шантажировать как он говорил что уничтожит медиана меня уничтожит Настаса значит останется буквально несколько партий на молдавской политической арене значит ну часть этих обещаний он сдержал свое слово насчет уничтожения и нашей партии и мы видели что видим что происходит периодически с той же платформой да и теми кто реально критикует кто реально критикует Плохотнюка сегодня Плохир вышел на брифинг поставил два боковых этих промтера значит этой этому научили еще американцы филата потому что филат который всегда вот так вот говорил справа налево якобы смотрел и на одних журналистов и на других там сбоку стояло два промтера которые Плохотнюку достались по наследству это не его заготовка если проанализируете все выступления филата всегда было то же самое правительство закупало это оборудование для филата сегодня пользуется Плохотнюк но по крайней мере читает и читает и вообще он может читать даже ну не знаю даже даже может взять используя там букварь в картинках понимаете важно что он сегодня заявил Плохотнюк сегодня заявил что в Молдаве существует пропасть между людьми и политиками значит вышел Сигей о которой он также говорил еще летом что ну вот будет одномандатная круга как бы я либо буду вас поддерживать либо буду уничтожать вашу партию значит поэтому он ее в принципе уничтожает потому что ну мы не участвовали в Шурумуре с Плохишом никогда нас снимали с выбора в четырнадцатом году не после этого и по правилам Плохотнюка работать и жить в Молдавии я не собирался и не собираюсь никогда этого не допущу значит рассказал он про то что появятся депутаты диаспоры значит не рассказал правда механизм но расскажет значит люди смогут отзывать депутатов раньше истечения срока мандата значит они начинают консультации с населением по всей стране значит значит изменения в кодексе выборов значит будут произведены только после всех консультаций с населением после того как получат ответ от Венецианской комиссии и так далее значит ничего нового он не сказал значит на самом деле Плохотнюк идет на это а чтобы остаться в власти и продолжать контролировать Молдову пока он не состарится ну такой у него план значит пункт номер два Плохотнюку сегодня очень дорого содержать весь этот коррупционный аппарат и это коррупционное большинство которые сегодня есть парламент потому что все они не живут на зарплату помимо того что они брали деньги за выход из той или иной фракции значит эти депутаты еще поверьте получат ничего очень серьезную зарплату в конвертах на зарплату они точно не живут одеваются они так как я только я одеваюсь на деньги из бизнеса а Плохотнюк они одеваются за счет денег Плохотнюка и соответственно денег которые они крадут у граждан Молдовы у каждого из вас у каждого из нас значит и плюс видя что сегодня замкнутый круг вы понимаете да с одной стороны есть несколько проевропейских партий значит которые непримиримо борются с режимом Плохотнюка партия Майя Санду партия Андрея Анастасова всех этих подсолнухов там Лянка Гимпу и так далее этих мы не считаем значит есть партия сегодня в центре которую некоторую считают центр левой значит наша партия которая жестоко била бьет и будет бить Плохотнюка пока его не добьет значит есть слева партия социалистов у которой есть президент Дадон которого у которого тоже в планах бороться с с Плохотнюком но которого до этого момента Плохотнюк не трогает и не создает никаких проблем значит что я хочу сказать сегодня как минимум эти четыре партии значит не будем сейчас входить в детали да все эти нарисованы опросы которые мы видим в течение последнего года значит вы видели эти вы видели все эти результаты понятно там все платят продвигать себя я в этой клоунаде не участвую но кстати вот ближайшие дни закажу один опрос для того чтобы показать всем какая реальность сегодня ситуация в стране там без всяких урезаний без подставных и так лиц и так далее я его хочу заказать сам от своего имени значит чтобы показать какая сегодня картина в стране значит и думаю что те кто и уверен что те кто будут делать они не нахимичат потому что но компания известна в стране и ей это не надо тем более что я буду делать один открытый другой закрытый разные люди и так далее значит что сегодня понятно из всех опросов даже тех проплаченых что сегодня 90 процентов всего всех тех кто собирается голосовать на ближайших парламентских выборах они против Демпартии и против и против Владимира Плохотнюка то есть рейтинг сегодня партии партии Санду социалистов партии Андрея Анастасия платформа нашей партии рейтинг этих четырех партий сегодня это 90 процентов значит когда 90 против процентов против какие сказки там несет Плохотнюк о том что 80 процентов хотят выступать за одномандатную систему мы в состоянии объяснить нашим избирателям что это очередное жульничество со стороны Плохотнюка и все его это наперсочные группировки Венецианская комиссия написала что да есть три пункта которые должны быть исполнены для того чтобы получили они положительное заключение когда проведены консультации с гражданским обществом со всеми парламентскими и внепарламентскими партиями то что сегодня четыре партии которые назвал у них сегодня рейтинг составляет 90 процентов значит это бабки не ходи значит как могут они получить положительное заключение Венецианской комиссии когда те кто сегодня вместе имеет больше даже чем конституционное большинство имеет практически все против потому что Дадон выступил сказал он против Майя Санду против Андрей Анастасов против и даже призвал к протестам сейчас это обсудим и мы тем более против потому что об этом говорим еще с лета прошлого года значит сегодня сегодня я не просто так называю все четыре партии сегодня все реальные оппозиционеры обязаны создать реальный единый фронт в защиту демократии в Молдове без этого единого фронта которым никто не будет тянуть на себя дьявол вот должны сделать все для того чтобы сегодня защитить демократию защитить демократию это не допустить то что предлагает сделать плохотюк бандитскими методами в одном из лайвов я говорил о том что сегодня демпартия это ОПГ это организованная преступная группировка и любой эксперт криминалист любой профессор который преподает криминалистику в вузе неважно какой страны вам это подтвердит все то как они пришли в власе как они ее удерживают как они расправляются и со своими оппонентами и с простыми гражданами страны значит это криминальная группировка и вот то что плохотнюк пытается меня покрасить вместе с сайтами этого горбунцова и так далее что усатый по заданию солнцевской мафии хочет украсть светлый европейский путь у молдаван и готовит усатый солнцевский и кровавый майдан всю эту бредятину вы видели в течение последних двух даже скоро уже трех лет на самом деле повторяю они являются ОПГ значит и как ОПГ их и надо будет и судить а кого положено будет по закону так же казнить я не боюсь этого слова сегодня о какой демократии говорит плохотнюк берем конкретно один одномандатный опыт значит набирают кто-то набрал 52 процента кто-то 48 значит тот кто набрал 52 он в парламенте тот кто набрал 48 дома самое страшное другое что те 48 процентов кто его поддержали они тоже не участвуют в жизни страны потому что до сих пор за бортом оставались лишь те избиратели которые голосовали за непроходные партии то есть не прошла какая-то там партия но не буду никого называть чтобы никого не оскорблять сейчас это не главное значит вот не прошли парламент набрали 4 процента вот это все разделили поровну между всеми то есть скажем так их незаконно уже женят на всех политических партиях которые прошли которые прошли в парламент что будет сегодня за бортом остается почти половина людей потому что они у них другое мнение и они должны ждать следующие четыре года и вообще не важно потому что на самом деле правовом государстве если говорить про смешанную систему ребят это конечно здорово но сегодня когда в условиях захваченного государства значит невозможно говорить и нельзя трогать и нельзя делать никаких изменений в избирательном кодексе в кодексе о выборах каждый район должен быть представлен значит я говорил в 2014 году кстати то что сегодня Додон сказал про 71 депутата я про это говорил предвыборную кампанию в 2014 году и про то чтобы уменьшить количество этих мордашек в парламенте значит и также говорил о том что каждый район должен быть представлен в парламенте чтобы кишиневский депутат не отвечал за то что происходит в Лунгенах Полештах Камратии или Бричанах понимаете то есть должен быть с каждого района депутат и правильно я вам скажу другое вот у нас сегодня например в Бельском муниципальном совете в работе участвуют даже и те советники которые не прошли на выборах они работают наравне со всеми и так и так и это нужно требовать от всех этих получаю параллельно от некоторых телезрителей вопрос уже в ватсап значит и сегодня значит каждый район может быть представлен да можно внести изменения легкое все остается как было значит все остается как было но меняются какие-то условия что каждый район должен быть представлен окей а так оно в принципе примерно и было до сих пор где где проблема значит не собирается плохотнюк ничего менять очень дорого собирать всех этих буржуев которые есть сегодня у него плюс сам плохотнюк я мне вот интересно но если бы он замутит какую-то аферу потому что плохотнюк что пошел сам участвовать не спорено значит плохотнюк может участвовать сегодня в выборах и может выиграть это только в одномандатном округе Луи Виттон или Дольче Габбана потому что эти магазины он посещал в Европе еженедельно и там верю что его знают в лицо и как основной покупатель то он может быть выиграть например в одномандатном округе по линии Луи Виттон понимаете или Эрмес потому что неоднократно очень многие писали в интернете одни видят его Луи Виттон постоянно в Париже другие видят его в Эрмесе ну модный парень вот по линии Луи Виттон может и может и пройти значит сегодня я прочитал в новостях сейчас вечером что Андрей Анастасий как бы призвал все граждан Молдовы все политические партии вне зависимости от вне зависимости от политических взглядов значит и выходить протестовать значит конечно это шикарно когда есть гражданская ответственность у людей и по примеру соседней Румынии люди выходят для того чтобы твердо заявить свое нет и я поддержу и наша партия поддержит любую акцию протеста я об этом говорил заявлял неоднократно против режима плохотнюка против всех этих наперсочных сделок которые он продвигает и сегодня вообще все здоровые политические партии должны объединиться не хотят хотел бы обратиться к игорю игорю дадону потому что сегодня кто-то написал никто дадон написал в интернете статью что дадон должен должен будет поставить свою подпись чтобы это воплотить жизнь значит поэтому хочу обратиться к игоре николаевичу значит не подписывать ни в коем случае и не не дать прямом смысле не дать даже попытаться выжить этой инициативе плохотника да я знаю что написано в законе первый раз президент может отклонить второй раз обязан значит игорь дедон вы прямой вы избранный президент за последнее количество лет вы сегодня у нас первые избраны значит я призывал людей из политических соображений значит призывает призывал людей голосовать за за вас как за додона кандидата в президент сегодня я от имени этих людей буду просить вас ни в коем случае не утверждать этой инициативу плохиша если вам будут угрожать импичментом поверьте люди приедут со всей страны и не дадут и не дадут плохотнюку с его кодлой значит решить вас в должности президента но игорь николаевич вы говорили что будете президентом все граждане вот четыре политические партии в том числе ту которую вы возглавляли заявили что они против значит я прошу ни в коем случае не допускать никаких шуры-муры с плохотником что вот как бы президент надавил поэтому как бы они согласились на то что будет не 101 депутата будет 71 и поэтому как бы это уже тоже плюс вперед или или президент надавил и плохотнюк испугался и будет 50 на 50 то есть половина будет кандидатов по партийным спискам а половин одномандатники такие подарки не нужны значит сегодня я прошу дадона как человека за которого я призывал голосовать обратить внимание на всех не на левых не на центр левых а обратить внимание на все граждан страны вне зависимости от национальности потому что сегодня плохотнюк утвердит свой режим на ближайшие 20 лет вот и вот и вот и вся ситуация вот тут пишут интересную версию если вопрос только в том что депутаты оторвались от народа и надо их отзывать почему плохотнюк не пойдет по более простому пути пусть изменит статью 62 часть вторую конституцию которая запрещает отзыв депутата и все будет так как он хочет значит цель у него другая да логично значит значит если бандиты у власти то отношение к избранникам народа у них будет такое значит не могу не согласиться со всем что что было сказано и с этим надо что-то делать поэтому вдобавок тому что сказал сегодня Анастасов он обращается ко всем партиям значит я считаю чтобы не будоражить людей и не дели там потом один первый заявил кто-то не хочет заявлять вторым я согласен даже замкнуть этот список лишь бы дело сделать значит но я сегодня предлагаю значит нужно обязательно организовать круглый стол с участием всех оппозиционных партий значит и принять какое-то решение и от имени всех партий его обозначить так будет правильно будет решение выходим на протест то выходим и объявляем дату людям что потом не искали виноватых что один не хотел перед пасхой у второго у второго посев а у третьего не понятно что значит поэтому значит все должны сесть переговорить значит и выйти с четким определением четким решением потому что как мы живем плохо все и так знают люди ждут от оппозиционных партий реального сегодня какого-то реального какого-то движения значит многие были разочарованы результатом тех протестов которым в том числе и мы участвовали в прошлом году мы не имеем права ни в коем случае это я говорю про всех политиков мы не имеем права сегодня ни в коем случае разочаровывать людей сегодня и так очень многие многие сегодня скептически относятся к протестам но сегодня если выйдут все партии значит значит и четко объявят повестку что когда зачем и как я уверен что люди сегодня проснуться и в один бой я уверен с удовольствием сегодня с вынужденным удовольствием но пойдет вся страна понимать чтобы он там не рассказывал во всем мире как у нас все хорошо и как людям все нравится поэтому я буду просить значит наших коллег из центрального офиса центрального офиса нашей партии Кишинева значит сегодня попытаюсь переговорить с лидерами тех партий кому дозвонюсь по телефону значит и нужно значит нужно четко принимать какое-то решение и не спешить ни в коем случае никому сейчас с объявлением даты потому что потом скажут а вот я позвал а вы не пришли а почему не пришли и так далее здесь объемня воя диомаса ротонды ну дар ку партийде дальше ку репрезентанци сочи единсочи и татья очевидно вот чинева скрин интернет сунта абсулы декорды дарварьком сунта стас патру партий политичи пентру кариар арбота но здесь ласуты это течение република молдова здесь астас новым невои не шантрунказ декритикы карицы не гео политики астас авиам невои дар декритика че циние бандитов плахотнюк шаги прежниму дуэль талхэриск сфит а сфата ситуация даст даст туда сунисигур как бома бом риошэн дар треба спим предкит дакуа о чемде протис предкид предкид what фортибинь классом темплика на настаса ножки ищи фаси усатый юношки ущи фаси додон до додону 1008 я знаю что читаем очень интересную книгу такая и очень многие вещи которые происходят у нас да значит в стране значит это значит очень многие процессы скажем так схожи с нашими несмотря на то что это было написано 16 веке значит речь идет о самом известном произведении никола макиавелли значит это речь идет о трактате государь значит очень рекомендую настоятельно всем у кого есть возможность приобрести в кишиневе значит я какое-то количество экземпляров отправлю кишинев и других интересных книг значит что-то приготовил для библиотеки марк евгенчин ткачука очень интересный проект которым кстати в живой пока мне не удалось побывать значит так параграф или шестой или пятый как управлять городами или государством которые до того как были завоеваны жили по своим законам пожалуйста описание сегодня того что делает плохотню если как сказано завоеванное государство с незапамятных времен живет свободно и имеет свои законы то есть три способа его удержать первый разрушить справились плохиши и все его альянсы вместе взяты второе переселиться туда на жительство к сожалению в молдаве они все живут третий предоставить гражданам право жить по своим законам при этом обложив их даньев и вере в правление небольшому числу лиц которые ручались бы за дружественность города государю тут вы знаете цитатами из этого трактата можно говорить часами значит эти интересные вещи написаны об военной стратегии значит знаю что это является одними из трактатов по которому живет плохотнюк он ну по крайней мере так он говорил людям что он хорошо чуть ли не в деталях знает государь а еще лучше помнит про про красного отца можно разбудить его в два часа ночи сказать плохиш страница такая-то параграф такой-то он два часа ночи расскажет наизусть поэтому тут также очень четко написано чем может полохотнюк закончить свою государственную карьеру это тема отдельного разговора поэтому ребят все те кто нас смотрит я прошу сегодня начать диалог и на уровне руководства партий кишиневе значит не мешает сегодня висеть диалоги между собой нашим районным организациям потому что у всех оппозиционных партий сегодня есть организации во всех районах страны или почти во всех районах страны может быть те кто переговорят на местах что-то подскажут нам кишиневе но сегодня обязательно надо что-то делать иначе плохотнюк его бандитский режим уничтожит молдавии значит желаю вам всем хорошего вечера думать и информировать ваших родственников о том что реальность у него происходит стране но сегодня реально надо что-то делать потому что ситуация в стране очень сложная но не надо и ни в коем случае нельзя ее считать безнадежным мы обязаны отдать долги нашим корням мы обязаны сегодня спасти страну и обязаны для этого сделать все возможное и невозможное тоже плохотнюком поступим так как решит молдавский народ с юридической точки зрения ему осталось совсем недолго граждане страны сегодня если все подниматься то юридической точки зрения может быть не придется ждать я вас всех люблю всем хорошего вечера призываю все здоровые силы объединиться не ругаться между собой достойно выступить против режима плохотника отдать ему морду можно этой весной чтобы на первый день чтобы 1 июня на день детей дети вышли на праздник в свободном независимом государстве избавленного от бандитского режима плохотника я вас люблю всем хорошего вечера пока вот что сейчас будет проходить к нам я вам какую-то июня на нету что мне надо делать я вам помню чтобы ругаться чтобы вы не были я вам помню Продолжение следует...